День бабушки Моя бабушка любила слово фельдиперсовый Фельдиперсовый, замечательное слово Не надо объяснять, что оно значит, мы его все знаем, но слово потрясающее И пока Степан у нас пишет, Елена, скажите, пожалуйста, возможно ли без пластик, без всяких подтяжек с помощью одежды сделать фигуры немножечко стройнее, моложе? Возможно или нет? И как? Конечно, возможно, то есть это работа имиджмейкера, конечно, но и каждая женщина тоже может это сделать, особенно если она в возрасте, когда у нее 7 пятниц на неделе уже То есть, можно сказать, девиз пожилого возраста – время есть Совет дать какой-то Совет – это около лица носить более светлые, яркие цвета Это молодит На фигуру могут скрасть лишние объемы матовые, темные ткани, но у лица их не нужно носить Кроме того, нужно обязательно делать макияж омолаживающий, носить бижутерию, украшения, то есть относиться просто вот к себе как к произведению искусства Это, мне кажется, самый главный совет на все возраста – относиться к себе как к произведению искусства, это классно Ты знаешь, про бабушек мы говорили, а давайте еще и поговорим про внуков У нас есть люди, которые зачастую работают в офисе, и что вы можете предложить альтернативу? Ну, офисный стиль – это черный низ Черный низ Как можно раскрасить? Что можно? Ну, на самом деле, есть такой список из 20 вещей, которые должны быть у деловой женщины И туда входит не только белый верх, черный низ, а, допустим, один базовый костюм очень хорошего качества Юбка, брюки и жакет, три блузки, один яркий костюм, три платья и так далее, кардиганы и прочее Если нет определенного дресс-кода, то как не перейти эту грань? То есть не приходить в кислотных каких-то цветах, правильно? Да, вот есть какие-то золотые офисные правила, да? Ну, конечно, есть такие правила, например, нужно обязательно носить колготки или чулки Нужно обязательно все-таки соответствовать какому-то дресс-коду, принятому в этой организации Нужно знать психологию цвета, то есть, например, как бы мы отнеслись к судье в оранжевой мантии или к летчику в розовом костюме А также сочетание этих цветов, правильно? Да, сочетание действительно тоже имеет значение Я чувствую себя сейчас обиженным, вот вы говорите о женской моде, я о женской моде, но есть же еще и мужская мода Как нам быть? Вот чем заменить брюки, джинсы и рубаху? Ну, деловой стиль это костюм И, конечно, мужчина всегда выглядит великолепно в костюме То есть, поэтому мы обычно разбираем деловой дресс-код женщин с их кофточками, там, трикотажем нарядным и так далее А мужчина, если он надел рубашку, галстук и костюм, все, он уже великолепен Ну, хочется же тоже себя разнообразить, ну, можно ли яркие галстуки, я не знаю, джинсы и классический пиджак? Да, сейчас есть такой дресс-код, бизнес-кэжуал, он называется, или смарт-кэжуал То есть, это действительно сочетание каких-то спортивно непринужденных вещей, таких как джинсы, с классическими, такими как пиджак, блейзер и так далее Чтобы можно было и на работу, и потом на вечеринку сразу Да, вот смотри, Степан, у меня тоже как раз этот вопрос Сегодня пятница, и наверняка многие куда-то собираются сходить и погулять А что делать, если времени между работой и как раз этим походом совершенно нет? Да, 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 как можно одеться с утра, чтобы выглядеть вечером, что добавить, может быть, какой-то аксессуар или что подскрепленное? Конечно, всегда можно взять с собой бижутерию, красивые шелковые платки и духи, и к вечеру вы будете уже выглядеть великолепно Потому что классический стиль, он легко превращается в вечерний нарядный стиль с помощью аксессуаров и духов, например И вот как вы сказали, относиться к себе как к произведению искусства? И относиться к себе как к произведению искусства И возвращаясь к бабушкам, тоже хочется сказать один слоган Да, возраста нет, есть искусство жить Это слоган антикварной фирмы Но нужно просто относиться к себе не как к какой-то старой сломанной вещи, понимаете А как к дорогой антикварной вазе или часам И вот мы часто ездим в Италию с клиентками и видим итальянских бабушек Это просто произведение искусства То есть они как будто ждут этого времени, чтобы начать ухаживать А как же, я опять, я все на свою тему, на мужскую моду Вот сегодня пятница, конец рабочей недели Есть ли у меня в офисе дресс-код в пятницу, я могу его нарушить? Если, да, позволяет организация пятничный дресс-код, то конечно Но там тоже прописаны какие-то определенные правила Свои правила Спасибо вам огромное Что же, мы сегодня в студии слушали советы от имиджмейкера Елены Бер Вам огромное спасибо